Привет, YouTube, с вами Ларин, давно не виделись. Старый друг, лучше новых двух. Курение брокколи. Помните этот мем? Что со мной было эти 4 или 5 или 6 месяцев, я тебе расскажу очень легко сейчас. Но для начала, ну ты знаешь, алгоритмы сейчас так работают, вы любимые блогеры просят лайк в начале, а не в конце. Давай сделаем таким образом. Бонусом. Если этот ролик вдруг каким-то чудом соберет 100 тысяч лайков, то я открою все выпуски Ларин против. Если я вижу фидбэк с той стороны экрана, то почему бы мне не пойти на встречу, я знаю, что просят. Короче говоря, я решил открыть студию звукозаписи, уже устав от поиска конкретно в августе, в начале августа. Дмитрий, здравствуйте. Привет. Антон, меня зовут. Вы не против, я буду снимать нашу встречу на камеру? На самом деле, не очень. Ты представляешь, насколько я охуел? Последнее, что я ожидал при аренде помещения в дореволюционном заводе, было то, что меня начнут снимать. Вот тут я был, конечно, обескуражен. Сейчас мы померяем низкие частоты. Замерил акустическую картину помещения. Все оказалось дерьмовым, но я подумал, блядь, может быть, я это смогу исправить. Сняли, значит, показания, генерируем водопад, и вот так вот низкие частоты у нас выглядят. Специалист поймет, что здесь очень длительное эхо на частотах 90, есть нода в 50, ну и далее. Так вот этот весь адок выглядел. У меня был плохой учитель, поэтому сейчас мне интересно, вот столкнувшись с акустикой, я понял, как это прикольно. И знать надо все, надо осваивать, всегда учиться. Физика, химия, математика, литература, все что угодно, философия. То есть ты должен понимать, что таким образом ты будешь лучше шарить в этой пугающей, наполненной болью и непредсказуемостью реальности. Сервис Work5 поможет тебе выполнить работу любой сложности на любую тему. У них есть локальное представительство в 20 городах России, то есть ты можешь ножками дойти до филиала и, типа, пощупать реальность на ощупь. Поймешь, что, типа, все по-настоящему тебя не кинут. Выполнение работ от двух часов, то есть даже не успеешь за Биг Маком на большой переменке сбегать. Работу не обязательно заказывать, она, возможно, уже существует в их базе, насчитывающей более 80 тысяч работ. Это серьезная, серьезная база. И по промокоду LARIN20, вся информация в описании, загляни, ты получишь скидку в 20%. Поэтому, обратите внимание, ссылки в описании в Work5 помощь в написании учебных работ. А у нас подписание договора, конечная стадия нашей сделки. Кровью? Да, кровью подписывает Дмитрий. Затаскиваю весь свой инструмент, спрашиваю по знакомым, что у кого есть. Беру с собой топор из клипа Хован Гребень, он приносит удачу. Туда же затаскиваю всю свою технику, компьютеры, все примочки, комбики, все гитары. Все приходится хранить здесь, потому что места на квартире совершенно нету. Меняю проводку. Инженерка, это тоже адок. Меняю щиток. Каждый день гоняем в строительный, хозяйственный магазин, чтобы купить клеммники, блять, проводочки. Кипиоматериалы, гвозди, посади же инструменты. Всякую дребедень, все надо купить, чего-то всегда не хватает. Вот она, взрослая жизнь. Да никуда не успеваю. Консультируюсь с экспертами. Как правильно вести ремонт? С чего начинается ремонт? Ну, ремонт, на самом деле, это дело трудное, надо сперва сесть, все тщательно обдумать. В трезвом состоянии сознания. Слушай, я вообще всегда... У меня по-другому не бывает. Каждый день, когда я заканчиваю свои обычные дела, где-то часов в 12, ну, обычные дела, типа зубы, решение каких-то проблем, я отправляюсь работать на свою вторую работу, на студию. С 12 часов где-то до 5 утра я, значит, это колочу пилю, потом пытаюсь поесть и поспать. Я дико изношен, просто по всем фронтам. Я скинул за лето пиздец сколько. Я научился кататься на скейте, чтобы быть более маневренным. И еще ты в переезде, блять. Это полный край. И естественно, в какой-то момент у меня начала, как бы, кипеть кукуха. Я подумал, блять, я не могу. Я уеду в деревню к отцу, отдохну от информационного шума, просто выключил устройство все, схожу на охоту, постреляю уток. Бобры тут орудуют. Потоплю баньку, пособираю клюквы, покатаюсь на моторной лодке. Такой селянский вайп. Типа, я чувствовал себя редноком на все 100. Мне было классно. Параллельно, по вечерам я читал, как можно усмирить комнату, которая, блять, заводится. Так. Теперь это уже выглядит вот таким образом. Пока что небольшой пиздец все еще. Акустики пиздец. Делаю еще панели. Науф акустик, акустической минеральной ваты. Начинаю жить на объекте. Выношу всякое дерьмо. Пилю, сверлю, конструирую, скашиваю углы. Выбираем лучшее место для стола звукорежиссера. Начинаем курить матчасть по акустике. Акустика это зло. Знаете это. С акустикой лучше не шутить. Это физика. Было стало. Ленинградское время 0 часов 0 минут. Как вы слышите, акустика уже куда интереснее. Доступ круглосуточный. Здесь можно шуметь как угодно. Сейчас я вкратце объясню, что зачем было сделано. Смотри. Звукорежиссер сидит здесь. За его спиной находится акустический диффузор. По типу диффузор Skyline. То есть скошенные детали определенного размера, которые высчитываются по формуле, по определенной. Ну, чтобы звук не хлопал ему сразу, блять, назад. В уши. А чтобы он рассеивался по помещению равномерно. Вверх, вниз, слева, вправо, не суть. Здесь же стоит уловитель. Уловитель из минеральной ваты. К намф-акустик. То есть акустические характеристики у него специально подобраны. То есть под определенные частоты. Это больше средняя, не средних. Вот эта штука. Знакомая вам пирамидка. Ну, пирамидки у всех есть. И те, кто ограничивается только пирамидкой, те, короче, очень сильно проебывают. Потому что пирамидка ловит только высокие частоты. Помимо пирамидки, короче, вот в этих местах, да, в этих углах, вот здесь недоделано, можно показать. Угол скошен специальным материалом тоже. Это и заплат. Он и как уловитель действует. Ну, на малом диапазоне частот. А также он скашивает угол. То есть это сделано здесь. То есть там на самом деле все достаточно твердо. Сделано это для того, чтобы у тебя не было стоячих волн, которые вот так вот ходят и вот так вот. То есть у тебя звук более интересным образом ходит. Здесь он, то есть, рассеивается. Это помогает ему тоже двигаться по интересной траектории. Тут та же история. Это улавливает среднее. В то же время вот этот скос, он за счет панельки ловит и высокие частоты. Не знаю, сколько тебе это интересно, но я просто хочу рассказать для людей, которые планируют. Вот, здесь еще все не доделано немножко. Это будет будка. Да, это такая будка будет. Привет. Отдельная комната. Тоже панельки уже висят. Какие-то решения тоже здесь уже захлопаны. Двери я еще не сделал. Все будет своими руками. Смотрите, какой порог. Боже мой. Какой порог изготовлен. В том числе скосил угол тоже опять-таки. Ну и тут звук тоже, в принципе, достойный. Ленинградское время 0 часов 0 минут. Попадаю, не попадаю, да похуй. Вот. Короче, такие приблуды акустические. Потолки высокие. Что позволяет просто радоваться пространству. Знаете, важна ведь не площадь, а важно пространство. Ну а вообще, в принципе, здесь уже можно писаться. Все гонится через вокальный процессор. Замечательная штука. Я вообще не понимаю, как я до этого работал со звуком. И только потом все отправляется на аудиокарту. Вот что надо. Конденсаторный микрофон. Бокальный процессор. Аудиокарта. Все, что вам потребуется. Ну и в принципе, мы видим, что за 400 миллисекунд, 0,4 секунды, у нас затухает все. Мам, мам, у меня есть студия звукозаписи. Смотри, вот она. Мама посмотрит этот ролик. Мам, привет. В том помещении у нас будет будка. Продакшн видео будет продолжаться. Мы будем делать клипы. Будем делать ролики. Есть всякие карты видеозахвата, стабилизаторы. Всякого-всякого барахла полно. Мы продолжаем. Я вернулся из отпуска, братцы. Я вернулся, чтобы разъебать, естественно. Студия готова. Но у нее нет названия. И вот вам конкурс. Пишите в комментариях ваш вариант названия студии. Лучший комментарий будет использован. Лучшее название. Если действительно будут классные названия. Лучшее название будет присвоено этой студии. И человек получит студийные часы. Мы сможем записать его с профессиональным звукорежиссером. С профессиональной акустикой. С профессиональным сведением и мастерингом. Мы спродюсируем человеку трек.